Добрый вечер, Гомель! Мы приветствуем гомельчан и жителей других больших и малых городов. Настраиваемся на позитивную волну и начинаем этот добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что участником программы может стать каждый из вас. Достаточно позвонить к нам в студию, высказать ваше мнение, рассказать вашу историю, либо вы можете также оставлять сообщения на Вайбере. Добрый вечер, Гомель! Этот разговор продолжить. И тема программы «Красота. Страшная сила». Вопрос, который сегодня мы вам адресуем, звучит так. А на что ради красоты готовы вы? Каждая женщина мечтает быть неповторимой. Бессознательно мы чувствуем, что у красивых больше преимуществ. Их любят в обществе, им больше везет, перед ними открываются любые двери. Так ли это на самом деле? Спросим у нашего эксперта, заведующей кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Гомельского медицинского университета, кандидата медицинских наук, доцента Оксаны Владимировны Шиловой. Добрый вечер, Оксана Владимировна! Добрый вечер, Наталья! Добрый вечер! Так откуда же такое убеждение, что у женщины незаурядной внешности больше шансов на успех? Ну, это вообще, конечно, очень провокационный вопрос. Незаурядная внешность – это вызов судьбы, это всегда провокация. С одной стороны, на нее обращают внимание, и этому нужно соответствовать. С другой стороны, женщины с такой внешностью завидуют, начинают строить кознь. Ее воспринимают как свою внешность, в ней не видят человека. И здесь сложно сказать, чего в этом больше, потому что красота – это скорее испытание, чем подарок. Вы так думаете? Я уверена в этом. Когда идет разборка, кто красивый, кто некрасивый. Но если говорить в аспекте судьбы, то есть такое выражение, что в 20 лет лицо и фигура такие, какие достались от природы, в те 30 – в те, которые ты себя построил, нарисовал, сделал, в 40 – которые сохранил, а в 50 – те, которых ты достоин. Потому что в течение времени вот эта внешняя картинка наполняется обаянием, харизмой, пластикой, либо становится неинтересной и теряет свою привлекательность. Я думаю, что красота и красивость – вещи разные. Красота – это понятие более широкое, чем внешняя оболочка. А в каком возрасте женщина наиболее привлекательна для противоположного пола? Вот такой вот каверзный вопрос. По вашему мнению, по вашим наблюдениям? По моим наблюдениям, самая привлекательная женщина – та, которая уделяет мужчине много внимания, по отношению к которой он чувствует симпатию. Должно что-то совпасть на уровне биологии, на уровне биохимии. И вся красота в глазах любящего. Мы любим человека не за то, что он красив, не за красивую картинку, а за то, как он относится к нам, и за то, насколько нам хорошо в этом, в обществе. И предположение о том, что вот я стану красивой, и меня станут любить – это большая иллюзия. А привлекательная внешность, по-вашему, это генетика, либо это огромный труд, каждодневный над собой, над внешними данными, над качествами внутренними? Это и генетика, и труд, и везение, и много других параметров. Потому что без внутренней харизмы, без убежденности в себе, без умения за собой ухаживать, очень сложно чувствовать себя красивой. А без этого даже самая красивая женщина, она не будет выглядеть как красивая. У нее не будут светиться глаза, и она потеряет свой шарм и то обаяние, которое несет себе красивая женщина. А красивая она может быть в любом возрасте. Тогда, когда она любима, когда она любит, когда она чувствует себя красивой. Отличный ответ. Ваши аплодисменты, друзья. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Добрый вечер. Гомель» на канале «Беларусь-4». И спешу сообщить о том, что уже пошли ваши послания на Вайбер. Давайте же посмотрим, о чем вы пишете. «Когда меня спрашивают, что мне нравится в женщинах, я отвечаю, женственность, особенно ценно это качество в наши дни, когда им подчас приходится быть сильными и мужественными», написал нам Степан. Как вам такое послание? Хотелось бы спросить у Степана, что значит женственность для него. Ведь женственность – это прежде всего какая-то психологическая характеристика. Это умение не задавать вопросы, не требовать внимания, не встречать в чуках, требовать к себе заинтересованности сексуальной, дать возможности поесть, отдохнуть, выслушать, иногда спокойно отнестись к тому, что он бурчит. И именно вот эти характеристики женственности психологические, столь забытые в последнее время, они часто и так востребованы среди мужчин, и этого именно так не хватает. Потому что, к сожалению, стремление за красотой, развитие индустрии красоты, которая, безусловно, имеет огромное значение, оно затмевает все остальные аспекты женственности, в том числе психологические, душевные, эмоциональные, а это тоже очень-очень важно. Что же с этим делать, поговорим чуть позже, пока выслушаем звонок от телезрителя или от телезрительницы. Сейчас посмотрим. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, мне вот 23 года уже, и мне многое не нравится в моей внешности. Хотя многие подруги меня считают достаточно симпатичной. Но меня все время преследует мысль, что во мне все что-то не так. То я слишком худая, то у меня нога слишком большого размера, то кожа не очень гладкая. Как мне вот побороть собственный комплекс? Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, вопрос ваш понятен. Благодарим за звонок. Сейчас просим у нашего эксперта. Ну и что же делать, Светлане? Спасибо, Светлана, за вопрос. Это очень распространенное явление. Эту проблему необходимо решать вместе с психологом. Потому что изменение образа себя, изучение образа себя, да, вот принятие образа себя, как дома, в который душа ваша вселилась, ну, мягко говоря, да, как свою тушку, которая дана вам в пользование, которую вам надо любить, беречь и лелеять, это единственный способ быть счастливой. То есть, что бы вы ни делали с ней, если вы не будете довольны, любые преобразования этого своего, да, вот ремонт этого дома, они не принесут никакого удовлетворения. Как психиатр могу сказать, что достаточно редко, но все-таки вот в последнее время редко встречается даже синдром такой дисморфофобия, да. То есть, когда внутренний образ себя настолько искажен, что люди от этого очень страдают, впадают в депрессию, требуют каких-то операций, и это может привести к тяжелой патологии. Пока это просто комплексы, это надо проработать с психологом и понять, что прелесть молодости, прелесть индивидуальности гораздо выше, чем стандарты, каноны среднестатистического лица глянцевого журнала. Вот еще хочу почитать, зачитать сообщение из вайбера. Прислал нам его Максим. Милые дамы, вы все уникальны, какая бы внешность у вас ни была. Аплодисменты. Вот, пожалуйста, Вера написала. Ну как тут быть уверенной в себе, когда муж высмеивает? После родов я сильно поправилась. Наверное, проблема у Веры. Сильно поправилась, и мужу это не нравится. Что с этим делать? Идти в тренажерный зал, или перевоспитывать как-то мужа, доказывать, что я привлекательна, я красива? Проблема очень распространенная, и однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Необходимо общение с обоими, и выяснение обстоятельств недовольства мужа, его ожиданий. Возможно, девушка действительно не может или не хочет заниматься собой. Возможно, у него высокие требования. То есть такого рода парные вопросы всегда нуждаются в парных же и разбирательствах. То есть мы посоветуем Вере идти к семейному психологу. Не секрет, что большинство представительниц прекрасной половины человечества очень озабочены своим внешним видом. Эта особенность у нас врожденная, ну согласитесь. Может, поэтому мы все хотим всегда себя усовершенствовать. Как с помощью мейкапа создать неповторимый образ для выхода в свет? И как прямые волосы превратить в голливудские локоны? Об этом через несколько секунд. Итак, большими и маленькими секретами вечернего мейкапа готова поделиться визажист Татьяна Заколодная. Татьяна, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. А стилист-парикмахер Татьяна Новак научит правильно завивать локоны. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Сегодня мы будем делать вечерний макияж для женщины средних лет. Это целое искусство, но научиться несложно. Правда, Татьяна? Если следовать основным правилам макияжа, что же это за основные правила для женщины средних лет? Вот Галина у нас сегодня модель. Да, у нас сегодня модель Галина. Она уже приступила к началу работы. Мы сейчас удаляем макияж, с которым она сюда пришла. И в этом возрасте основным правилом является то, что наши линии на лице начинают подвисать. И задача визажиста как можно вытолкнуть их, да, больше высветлить. Выровнять. Да, чтобы они стали менее заметными. И уже подчеркнуть достоинства. Каким-то образом овал лица мы можем скорректировать с помощью тональной основы, тонального крема? Какие-то части лица высветлять, затемнять? Что вы об этом скажете? Конечно, обязательно. Каждое лицо, оно корректируется. И мы будем и затемнять, и высветлять скуловую часть, и по скуловой части будем высветлять. То есть это в процессе уже макияжа. Мы будем об этом говорить более подробно. Давайте продемонстрируем, как это сделать. Ну, сейчас мы уже подготовили лицо. Мы убрали сейчас тушь. И первое, к чему мы приступим, это мы будем наносить праймер, который выровняет текстуру нашей кожи. Он придаст ей матовый вид, уберет пористость, мелкие морщинки. И сейчас мы это будем делать. Всегда макияж лучше делать с использованием профессиональных кистей. Начинаем мы с Т-зоны. Сюда мы наносим основное количество средства выравнивающего. И в дальнейшем мы будем его распределять уже. На эту основу хорошо должен лечь тон, правда? Да, на эту основу он как бы скрепляет. Эффект такой скрепления будет. И тогда уже тональная основа ляжет намного лучше, намного ровнее. Пока вы наносите вот это волшебное средство, я хочу обратиться к Анастасии. Настя, как вам мои локоны? Ваши локоны шикарные. Сегодня же это наша тема. Это наша тема. Я в тренде? Ой, прям на первом месте. Я в тренде. Ваши аплодисменты. Вы можете продолжать. Мне так нравятся вот эти ваши лестные хорошие слова. Но давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Значит, мы сегодня будем крутить голливудские локоны. Это какие-то особенные завитушечки? Или они ничем не отличаются? Просто в интернете все, что не прямой формы, все волосы закрученные, называют голливудскими локонами. Локоны были модны во все времена, но они с каждым годом просто меняют свою форму. На сегодняшний день нам важно облегчить максимально волосы, чтобы на волосах не было видно никаких фиксаторов, ни лаков, ни чего. Как будто бы это свои натуральные, волнистые, красивые, разлетающиеся в воздухе локоны. Как-то готовить волосы нужно? Готовить волосы нужно обязательно и всегда. Первым делом мы наносим защиту для термообработки. Так как у нас впереди зима, максимально сушим корень и максимально увлажняем концы. Так как головные уборы, это будет держать объем. Объем у нас будет держаться зимой только с помощью гофре, сухих пудр, сухих лаков, ничего влажного, мокрого мы не наносим на волосы. Вот. И все будет здорово держаться, разлетаться, и даже если локон будет терять свою форму, он просто будет меняться. Но он все равно останется красивым. Какими-то средствами специальными нужно пользоваться для того, чтобы защитить волос? Я вижу у модели окрашенный волос, да? От горячего воздействия. Да, нужно обязательно. Наносятся специальные масла, лучше маслами, для горячих обработок, либо для работы с феном, кто как любит. Вот. И волос защищен. На корни можем наносить? Или лучше нет? На корни жирные составы не наносятся на корни. Почему? Потому что у нас максимум облегчить нужно волос. А если мы нанесем жирный состав на корень, это будет эффект нечистых волос, и локоны все наши с объемом вместе рухнут. Поэтому наносятся от середины роста. Вот так вот, от этой части, от корня хватает своих сальных желез, и всего достаточно для своих волос. Волосы повреждены в большей части, со средины окрашены, и любые ослаблены. Поэтому сейчас мы создадим красивые голливудские волосы с таких вот тоненьких прядочек. Я на время вас оставлю, дам возможность поработать. Но пока нашим телезрителям я напомню, что эта программа «Добрый вечер», и прямо на наших глазах происходит магия. Обычные женщины перевоплощаются в королев. Чуть позже мы вернемся и посмотрим, что же у них получается. А пока давайте вдохновим их аплодисментами, наших мастеров. Уважаемые телезрители, тема нашей программы – красота, страшная сила. И вопрос, который мы сегодня вам адресуем – а на что вы готовы ради красоты? Добрый вечер, Гомель. Но и свое здоровье сегодня в нашей программе. Встречайте, пластический хирург Чеслов Дионисович Кушелевич. Добрый вечер, Чеслов Дионисович, проходите, пожалуйста. Скажите, что же чаще всего хотят изменить в своей внешности белорусские женщины? Ну, в первую очередь я хотел добавить, что и мужчины тоже. Это радует, мужчины тянутся за нами. Ну, естественно, конечно. Хотят соответствовать. Ну, и что касается изменить, ну, измениться в лучшую сторону. Это, конечно, на первом плане все манипуляции, все процедуры, которые проводятся, в том числе и операции, направлены на омоложение. Лица или контура тела? Ну, лица в первую очередь, потому что это наш паспорт, наше зеркало, конечно. Это и зона век, пропорции лица, и сколовые зоны, губки, носик и так далее. Ну, конечно, на втором плане это уже различные изменения, которые передались генетически или же возникли в процессе жизни. Это, возможно, различные такие генетические мешочки под глазами, форма носа, к которой приходят пациенты в процессе жизни или в процессе созревания, роста. Старение. Да. Естественно, физиологическое старение. А правда ли, что решившись однажды на пластическую операцию, уже потом невозможно остановиться? И эти женщины, которые однажды у вас уже побывали, они снова и снова приходят? Ну, можно сказать, что есть определенная категория пациентов. Точно как нам понравились какие-то конфеты или что-то вкусненькое, и мы тянемся опять туда же. Точно так же и человек, если он в жизни почувствовал какую-то радость от того, что свершилось, стал лучше, получил достаточно других эмоций со стороны своих друзей, со стороны семьи, конечно, ему хочется продолжить это все. И некоторые пациенты становятся нам любимыми, взаимно любимыми, близкими, и, конечно, они стремятся, чтобы это все поддерживать в хорошей форме и продолжать. Оксана Владимировна, хочу спросить у вас. Как, по-вашему, вот эти женщины, которые не единожды ходят к пластическому хирургу, что их так тянет? Ведь это боль, это все равно же операция, это вмешательство хирургическое. Я не думаю, что это однородная такая группа. Среди них есть достаточно разные женщины. Больше всех у меня вызывают уважение медиаперсоны, когда их лицо, это, как сказал коллега, их паспорт, и они им работают. Кто-то отчаянно боится старения, отчаянно боится смерти, и внутренне, психологически не соответствует своему возрасту. И таких женщин, честно говоря, мне жаль, когда она повторно себя оперирует в свои 60, пытаясь добиться эффекта 30-летней. Ну, это выглядит немножко... Я готова их уважать тоже, но это выглядит не очень интересно. И есть, конечно, люди, которые становятся от этого просто зависимыми, то есть они стремятся добиться... Не знаю, есть ли у нас такие, так коллега расскажет об этом много. Много ли среди ваших пациентов зависимых? Вот они становятся зависимыми от того, чтобы еще что-то улучшить, еще что-то улучшить. К сожалению, это люди, у которых формируется так называемая сверхценная идея. Как правило, у них нет либо семьи, детей, работы, у них нет других увеличений. Они такого эгоцентричного склада, то есть есть только я, и только я, и все фигня. И есть только моя внешность, и это... Причем эта внешность им даже нужна не для того, чтобы там построить отношения, быть приятным своему партнеру, а вот просто потому, что я такая прекрасная, иду по этой жизни. Они такие тоже есть, и они тоже имеют право на существование. Сейчас, Владимир Денисович, я вижу по вашей реакции, что у вас другое мнение. Нет, наше мнение совпадает. Не знавайтесь, много ли среди ваших пациентов зависимых? Есть категория пациентов, которые могут не купить себе сапоги, но готовы сделать какую-то хотя бы минимальную травматичную процедуру, для того, чтобы чувствовать себя, ну, будем говорить, увереннее в себе. Я их поддерживаю, они должны считать себя лучше, они должны продвигать себя по жизни более энергично, более интенсивно, и наслаждаться этим. Конечно, эта категория есть, которую мы должны уважать и должны принимать как должное. Скажите, а вы идете на поводу желаний пациента? Да. Или когда вы видите, что это лишнее? Не назначаете ли вы консультации психотерапевта иногда, когда понимаете, что вроде девочка молоденькая, вроде носик ничего, а прооперировать хочет? Вот хороший вопрос. Спасибо, очень приятно. Часто направляйте к психотерапевту? Если вы видите, что совершенно необязательно вмешательство, и даже может повредить, может быть, вот не будет этой индивидуальности, естественной красоты у девушки? Дело в том, что, так сказать, такое желание можно рассматривать с двух сторон. Первое. Желание что-то сделать для себя лучше, и, конечно, иногда можно с этим согласиться. И, с другой стороны, это желание, которое неадекватно тому, что человек хочет. Ну, вот, к примеру, могу сказать, в последнее время, что молодые девушки приходят... Есть такая операция контурная пластика, например, там, определенных областей, например, живота или так называемая липосакция. И очень модная сейчас форма кубики на животе. Как у спортивно сложных мужчин. Конкретно звонят и просят, вы делайте кубики на животе. Девушки? Да. Естественно, к такой просьбе и таким пожеланиям относишься очень аккуратненько, очень осторожно, потому что, в конечном итоге, поменяется жизнь, поменяется образ или положение. Эти кубики надо будет куда-то девать, потому что это девушка из девушки. Кроме того, а зачем? Вот это просто блажь, в этом нет смысла. Это опять же навязанный стереотип рекламы, СМИ. Или второй же пример, когда приходят с фотографиями определенного носика. Много случаев таких, относительно много, но случаев четыре помню из своей практики, когда девушки приходят с фотографией какой-то актрисы. Вот такой хочу. Да, хочу такой носик. Боже мой, кругленькая личика, толстенький кончик носика. Ну, идеально. Все совпадает, все пропорции физиологично правильные. И вы можете в этом случае отказать? Часто ли отказывать? Безусловно, конечно. Можете, да? Конечно, я даже рекомендую посоветоваться с психологом и с психиатром поговорить. Там даже доходит до конфликтов внутри семьи, когда дочь с мамой были в таком достаточно затяжном, глубоком конфликте, когда вот мама просто уже шла на все уступки для того, чтобы помочь. Прямо уговаривала, просила, ну сделайте вы, тоненький этот кончик носа. Ну, куда-то кончик носа. Иначе дома скандал. Конечно. Нету компромисса. Безусловно, да. Опять же, семейная проблема, эгоцентризм ребенка идет из семейных проблем. Делайте, как я хочу, иначе вам всем будет плохо. То есть очередной путь ребенка семейного монстра. Но ведь это же трагедия, когда молодые девочки позиционируют себя счастливой личностью только тогда, когда у нее будет изменено что-то во внешности. Это же трагедия. Ну, сегодня еще есть такое понятие брендовая пластическая хирургия. Когда кто-то выдумывает какие-то бренды, например, там, спейс-пластика лица, там, или слышат слово комки биша, например, это такие жировые комочки в области. Это впадина на щечках, чтобы... Это не впадина, наоборот, ну, будем говорить, такие выпячивания щечек, которые играли свою роль во время сосанкового груди, конечно. И вот приходит, начинается брендовая такая идея, идет поток. Хочу убрать комки биша. Ну, да, такая операция, это малоинвазивная доскопическая операция, дает определенный положительный результат, но при определенных показаниях, когда, например, там, выражен овал лица, у молодой девушки ширина в области нижней челюсти, мягких тканей больше, чем ширина скул. Там можно найти... Чтобы сделать интеллигентный такой провал здесь, вот там, ради этого там зубы крайне удаляют. Ради этого идут на операции. И вот некоторые начинают обижаться, почему, говорят, мне отказали. Вот мне три подруги были, вот недавно девочки звонили из Москвы, три подруги мои были, всем удалили комки биша. Да, посмотрел фотографию, боже мой, ну, там, конечно, до жалости плакать хочется. Худенькая личика, тонкая нижняя челюсть, тоненькие скулки, тоненький носик, все. Нет там никаких... Ну, пример такой, буквально. Да-да-да. И, конечно... Какие там комочки, она и так снегурочка. Безусловно, да. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». И мы продолжаем. Вопрос, который сегодня мы адресуем вам, звучит так. А на что ради красоты готовы вы? Позвоните, пожалуйста, к нам в студию, расскажите, можете послать ваше сообщение на Вайбер. Но я вижу, что как раз-таки послания идут, и одно из них я зачитаю. Я где-то слышала, что большинство мужчин красивыми кажутся женщины, чьи лица наделены детскими чертами. Как прокомментируете? То есть вот эти пухленькие губки, аккуратненький носик, как раз то, что сейчас в тренде. Ну, здесь вопрос, наверное, стоит о физиологических пропорциях лица. Есть различные виды, мы сейчас, наверное, не будем говорить, какие физиологические пропорции всего тела и лица. Они все имеют право жить, и все имеют право считаться красивыми, как со стороны непосредственно человека, который это воспринимает, так и со стороны его близких. Но есть, конечно, что касается детских черт, красивые скулки, хороший выраженный овал, но в пределах физиологических норм пухленькие губки, приятная улыбка. Наверное, да. То есть вы такой зависимости, вот прям конкретной прямой, не видите между детскими чертами и тем, чтобы понравиться мужчинам? Ну, если... То есть мужчинам нравятся всякие женщины с пухлыми, с тонкими, высокие, низкие, разного возраста? Все может быть, но, конечно, нам не стоит не сходить до инфантильности. Вот я тут хотела сказать, что вопрос возникает в другом. То есть есть, конечно, мужчины, которым нравятся пырильные девочки, да, которые любого возраста, когда вот они такие, выглядят так, как вот постаревшая русалка, русалочка, да, вот, или там постаревшая золушка, да, то есть вот такого типажа. Есть такой типаж, но в целом, вы совершенно правильно, Наталья, сказали, на каждого, на каждого жителя с любой внешностью есть свой поклонник в этом мире. То есть все мы, такие, какие мы есть, нравимся какому-то человеку и кому-то считаемся красивыми именно мы. Другое дело, вот не забывать об этом, не подгонять все это под стандарт, чтобы не упустить тот единственный шанс. Вот, и став просто девочкой из обложки. Спасибо, отличный ответ. Это программа «Добрый вечер». Звоните, пожалуйста, к нам в студию, задавайте ваши вопросы, мы открыты обратные связи. Оксана Владимировна, а, кстати, в каком возрасте женщина наиболее привлекательна? Вы уже вот ранее ответили на этот вопрос, да? Почему вот получается, что мужчинам чаще нравятся молоденькие девочки? Вот у меня возникает такой вопрос, почему вас интересует именно вот этот аспект? У вас, у самой есть проблемы страха старения? Я шучу, Наталья. Нет, у меня нету такого страха. Замечательно. Потому что у каждого возраста есть своя прелесть. Важно понимать, что прелесть 20-летней девушки, красота 30-летней отличается от зрелой красоты 40-летней, особенности внешней 50-летней. И хотя в современном тренде является, как сказал коллега, ну вот это оборотная сторона страха. То есть стремление дольше сохраняться молодой, это естественно, это понятно, это нормально. Но быть молодым в своем возрасте, хорошо выглядеть, быть красивой женщиной своего возраста, это лучшее, что мы можем сделать. Посмотрите на Монику Белуччи. Она в своем возрасте шикарна, правда? И не скрывает этого? Да. Она не скрывает того, что ей 50 лет, да. С другой стороны, шер в своем возрасте, то есть ей там, не знаю, под 70, она не скрывает того, что мое тело, что хочу делать, захочу пупок на лоб натяну. И это тоже ее право, я ее за это уважаю. Если говорить о естественной красоте, то женщина прекрасна в том случае, когда ее биологический и психологический возраст совпадают. Если она органично в своем теле, она принимает себя, свои особенности, свою красоту этого возраста и те изменения, которые с ней происходят, тогда и окружающие будут относиться к этим с уважением и с любовью. А мне кажется, красивая женщина это уверенная в себе женщина, которая несет себя как королева. Это женщина, которая умеет нести себя как королева, умеет кормить ребенка грудью, умеет прислонить к углу своей жилетки и плачущего, умеет навязать, повязать на передник и стать у плиты. Красивая женщина должна быть гармонична. Красота не только в пропорциях, красота во внутренней наполненности человека и в пластике, в движении, в свете его глаз, в обаятельных силах. Несколько в глазах. Да, вот я не побоюсь в банальности, но только ленивый не говорил о некрасивости нашей великой актрисы Инны Чуриковой. Особенно в ее молодости, ей в лицо говорили, куда вы с вашей внешностью. Ну, посмотрите, во-первых, замечательная семья, совершенно потрясающая артистическая карьера. И каждый раз, когда смотришь на нее, думаешь, снова думаешь, будет действительно некрасивая. И каждый раз, как только она начинает говорить, включается в игру, сколько света, обаяния и прелести в ее образе, в ее глазах. Это об относительности красоты. С вами сложно не согласиться. Аплодисменты, друзья. Итак, мы продолжаем. Красота – страшная сила. Тема нашей программы. Позвоните в студию, расскажите нам, на что вы готовы ради красоты. Кто не мечтает о роскошных волосах, но иногда мы замечаем, что шевелюра уже не такая, как раньше. Волосы становятся безжизненными, ломаются и выпадают. В таком случае, может быть, самое время прибегнуть к современным лечебным процедурам. Что такое плазма-лифтинг и поможет ли он спасти редеющие волосы? Поговорим с врачом-косметологом Натальей Владимировной Турченко. Добрый вечер, Наталья Владимировна. Проходите, пожалуйста. Скажите, как по-вашему, здоровые шелковистые волосы – это наследственность или огромный труд? Конечно. Как врач-драматолог, практикующий уже не один десяток лет, я с уверенностью скажу всем своим пациентам и нашим телезрителям, что роскошная шевелюра дается от природы. И если у человека тоненькие, редкие волосы, то как за ними не ухаживай, изменений сильных не получишь. Но должны существовать какие-то правила, правила в уходе, в защите волос, которые ведут к тому, что любые волосы будут выглядеть более здоровыми и расти, и быть густыми. Хотя бы даже внешний вид иметь такой, ну, более здоровый. Кстати, как вы за своими ухаживаете? У вас такие гладкие, шелковистые, здоровые волосы. Спасибо. Просто любоваться бесконечно ими можно. Спасибо. Ну, опять же, повторюсь, как врач, я, конечно же, понимаю, что это подарок моих родителей, это генетика, это наследственность. И в юные годы я придерживалась, так скажем, правила нескольких «не», старалась не мыть волосы ежедневно, не пользоваться очень горячей водой, не сушить их феном и как можно меньше использовать средства для укладки, которые утяжеляют стержень волоса и ослабляют луковицу, ведя к выпадению. И этого было достаточно. Но с годами любой человек чувствует влияние вредных факторов внешней среды, каких-то, так скажем, приобретенных в течение жизни вредных привычек, изменения гормонального фона также не улучшают наши волосы. Поэтому прибегаем уже к более серьезным методам ухода за волосами. А вот смотрите, сегодня в нашей студии Анастасия Новак завивает вот такие голливудские локоны нашей модели. Это же тоже вредно для волос, особенно вот такая процедура, когда часто происходит. Конечно, соглашусь с вами. Ежедневные завивки с использованием фиксирующих составов утяжеляют волосы, загрязняют кожу волосистой части головы, не давая луковицам, так скажем, среды для питания и для оксигенации. Все это ведет к тому, что волосы становятся сухими и безжизненными и могут выглядеть красиво только при условии очень, так скажем, тщательной обработки. Но для того, чтобы иногда выглядеть королевой, как вы говорили, конечно, девушки получают такие услуги у парикмахеров и выглядят прекрасно после этого. Я хочу спросить, какие же современные технологии сегодня может предложить клиника Чеслова Кушелевича для лечения волос? Несколько лет назад мы открыли для себя и для своих клиентов процедуру терапии плазмой, обогащенной тромбоцитами. Уникальность этой процедуры в том, что используется аутологичная кровь, то есть кровь самого пациента. В стерильных оперогенных условиях, условиях процедурной, медицинского учреждения забирается некоторое количество венозной крови пациента. На современном оборудовании происходит ее центрифугирование. Кровь разделяется на фракции, эритроцитарную и плазму с тромбоцитами. Дело в том, что тромбоциты содержат не только факторы свертывания крови, но также факторы роста. Это вещества, которые всегда присутствуют в поврежденных тканях организма. Они стимулируют метаболизм, стимулируют репаративные процессы, процессы заживления, процессы деления клеток, оживляют любой участок органов и кожи, в который они устремлены. Или введены искусственно, как делаем это мы. И таким образом, получая терапию плазмой, обогащенной тромбоцитами, мы добиваемся того, что луковицы волос начинают активно делиться, расти и длительное время не переходить в фазу покоя и выпадения. Вот таким образом, удлиняя фазу активного роста, мы можем гарантировать клиентам значительное улучшение состояния волос. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы говорим о том, на что же вы готовы ради красоты. И мне подсказывают, что у нас есть на линии телефонный звонок. Давайте же его выслушаем. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. А, добрый вечер, это Ольга из Бомеля. Да, Ольга. Знаете, у меня вот волосы после рода выпадают как сумасшедшие. То есть вот я смотрю на фотографии годичной давности и вижу, что уже как бы пробор заметно поредел. Волосы стали ломкими и тусклыми, и я уже, честно сказать, не знаю, что и делать. Пробовала инородные средства, и втирала различные масла всевозможные, но ничего не помогает. Вот скажите, такая процедура, о которой вы говорите, она может помочь в моем случае? И если да, то, ну, сколько раз мне необходимо ее сделать? Спасибо, Ольга. Благодарим за звонок. Да, что мы можем ответить, Наталья Владимировна? Безусловно. При условии хороших общих показателей здоровья, при отсутствии каких-то тяжелых хронических заболеваний, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, печени, наша пациентка сейчас, она, скорее всего, находится в том периоде, когда через несколько месяцев после родов, после родов немного меняется гормональный фон. И вот эта вот перестройка, наличие в крови большого количества андрогенов, мужских половых гормонов, приводит к тому, что волосы начинают усиленно выпадать. Чаще всего этот процесс является физиологическим и самопроизвольно заканчивается, ну, при условиях хорошего ухода. Но если он затягивается и нашу клиентку это беспокоит, тогда мы можем предложить ей процедуру, которая намного, ну, ускорит процесс восстановления волос. Очень индивидуально подбираются курсы, но в среднем могу сказать, что процедура терапии плазмы, обогащенной тромбоцитами, состоит из 3, 5, 10 даже процедур с интервалом от 2 недель до 2 месяцев. И зачастую бывает так, что необходимо будет повторить курс лечения через 6, 12 или 18 месяцев. Но после первых же нескольких процедур пациенты, все пациенты как один отмечают положительный результат и значительное улучшение качества и внешнего вида волос. Кстати, Чеслав Дионисович, для вас сообщение на Вайбер. Смотрите, пишет Алина. Периодически по весне у меня жутко лезут волосы. Каким только врачам не ходила и ничего не помогало, пока не посоветовали обратиться в клинику Чеслова Дионисовича. После нескольких процедур волосы заметно стали гуще, хоть косу плети, а раньше был мышиный хвостик. Спасибо огромное и низкий поклон. Алина, пожалуйста, ваши аплодисменты. Скажите, Чеслав Дионисович, давайте с вами продолжим разговор. А при полном или частичном облысении такая процедура, как плазмолифтинг, может помочь? Да, обязательно надо проводить. Но плюс ко всему еще существует такая операция пересадка волос. Это называется андрогенная лапеция у мужчин. Или у женщин, как Наталья сказала, что при гормональных изменениях. Завтра у нас предстоит тоже такая же операция, когда локальные ограниченные очаги выпадения волос появились. Планируем завтра произвести пересадку. Технология сейчас новая, достаточно такая малотравматичная. Дает хороший стойкий результат. Но обязательно под прикрытием плазмотерапии. Так как эту процедуру практически я, наверное, на территории нашей республики ввел один из первых, Данталья Дионисовича. Поэтому я поддерживаю двумя руками за эту процедуру. И плазмотерапия, и обогащенная терапия волосистой части. Имеем целый ряд, думаю, десятка, полтора-два имеем пациентов, которые, вот это тот случай, когда эти пациенты наши близкие и любимые, которые с удовольствием приходят, периодически повторяют, потому что есть эффект. Мы даже одному из наших коллег сделали плазму. Еще только в начале нашей деятельности, лет, наверное, 5-6 назад, очаг выпадения, но быстрее всего непонятно, какой этиологии, какой причины. Где-то 2 на 3 сантиметра. И он через полгода, мы и забыли даже, сам пришел, показал нам свою, эту зону лечения. Настоящий, нормальный волос, как и в других соседних участках. Но я знаю, что вы в своей работе используете более 50 авторских разработок. Ну, да, каждый день новая разработка. Вы скромничаете сегодня? Нет, я не скромничаю, просто каждый пациент, это новый подход, новая технология, даже или это манипуляция, или это косметологические какие-то процедуры, или это хирургическое лечение. На сегодняшний день подход сугубо индивидуальный, потому что тенденция в пластической хирургии – это малоинвазивность, ограниченность и уменьшение травматичности той зоны или той области, в которую мы собираемся вмешиваться. Поэтому, конечно, происходит разработка. На сегодняшний день у нас тандем и сочетание технологий с косметологами. Косметологи прямо рвутся уже к нашим хирургическим процедурам, то есть более таким агрессивным, дающим хороший результат. Мы, наоборот, стараемся вникнуть в эту сферу и стараемся уже применять технологии менее травматичной хирургического характера, для того, чтобы человек мог как можно быстрее стать в строй, как можно быстрее мог пройтись и засверкать своим новым своим образом, своей красотой, порадоваться. Вот эти аплодисменты для вас. А вот еще одно сообщение как раз-таки из этой области. Наталья спрашивает. При наличии перхоти, не поддающейся удалению никакими другими способами, поможет ли плазма лифтинг? И сколько сеансов нужно провести? Ну, дело в том, что сибарея волосистой части головы может иметь разнообразные причины. Важно сориентировать человека на правильное обследование к узким специалистам, на обследование, на сдачу необходимых анализов. Интерпретировать правильно результаты этого обследования могут быть совершенно различные причины грибкового характера, стрессогенного характера, даже неправильный уход. Если будут элиминированы все такие вот моменты, которые усугубляют сибарею, которые являются поводом для возникновения гиперсекреции сальных желез волосистой части головы, тогда на фоне такого системного лечения плазмотерапия является очень сильным подспорьем. Улучшение питания волос всегда способствует тому, что и кожа волосистой части головы будет более здоровой. Поэтому мы применяем ее вот в системном лечении. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня у вас есть уникальная возможность задать свои вопросы Чеслову Деонисовичу Кушелевичу. Ваши аплодисменты, друзья, и Наталье Владимировне Турченко, а также Оксане Владимировне Шиловой. Уважаемые друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Говорим мы сегодня о женской красоте, о женской привлекательности, что нас делает уверенными, привлекательными, неотразимыми, обаятельными. Эпитеты можно продолжать до бесконечности. На что вы готовы ради красоты? Позвоните к нам в студию, расскажите, пожалуйста. Но я пока скажу о том, что наши мастера Татьяна и Анастасия заканчивают колдовать над моделями. Давайте посмотрим, что же получилось. Настя, расскажите вот такой вот романтический образ. Кому подойдут вот такие вот локоны, голливудские локоны? Локоны подходят совершенно всем, мне кажется. Просто надо учитывать форму лица. Так как у Ольги маленькое лицо, красивой, правильной формы, мы подкололи одну немножко сторону, чтобы это не было огромной шапки на голове и маленького лица. Подчеркнули красивый контур лица, открыли ушко и сделали это более женственно. Я бы попросила свою модель встать, если не трудно. Да, пожалуйста. И вот так немножко нам показать, что у нас получилось. Вот такая вот красота. Да, с тоненьких волос. В принципе, удалось создать легкий образ, романтичный, аккуратный и подходящий для многих мероприятий, я считаю. Объем такой хороший. Объем хороший, можно присесть. Присаживайтесь. Аплодисменты. Я хочу задать вопрос нашей модели Ольге. Ольга, как вы себе в новом образе? Вы уже видели себя в зерк? Сейчас прямо я при вас оцениваю свой новый образ. Это просто потрясающее нечто. Это Голливуд. Я теперь знаю, как я буду выглядеть на Новый год. Мне очень нравится. Ваши аплодисменты. Татьяна заканчивает наверняка, да? Расскажите, Татьяна. Ну, мы уже сейчас подошли к губам. До этого сделали всю основную работу. Губы мы оставили завершающим этапом. Мы выровняли лицо, мы его скорректировали. Мы разобрались с бровями. Мы их более сделали выразительными, так как все-таки у нас макияж вечерний. Но брови, мы сами знаем, что это рамка на нашем лице. И тем более сейчас тренд. Поэтому акцент на брови всегда делается. В возрастном макияже лучше делать акцент как на брови, на глаза и на губы. То есть сразу три акцента. Вот. Сейчас я уже буду подбирать помаду. Я не всегда знаю, что я буду наносить на губы. Это уже больше по ощущениям. И, конечно, прислушиваюсь к мнению Галины, что она хочет. Вот. Будем дальше наблюдать. Будете какого-то пастельного тона брать помаду? Будем пастельного, да. Потому что у нас глаза достаточно уже активные. И, ну, не хочется перебарщивать все-таки. Вот. Поэтому будем что-то пастельного. А обязательно контурным карандашом обводить губы? Контурный карандаш, да. Сейчас уже обязательно. Хотя в современных тенденциях сейчас идет размытый вообще контур. То, что на подиумах представлено. Вот. Поэтому губы становятся более выразительные, когда мы используем контурный карандаш. Мы должны их сделать более объемными, более сочными. Такой эффект молодости. Вот. Поэтому мы и используем карандаш. Продолжайте работать. Ну, а мы пока проводим зрительный зал. Ольга у модель и Анастасия Новак. Спасибо, Настя, за такой очаровательный романтичный образ для Ольги. Уважаемые телезрители, мне подсказывают, что есть еще один телефонный звонок. Давайте же мы его выслушаем. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на лице стали появляться пигментные пятна. На руках, на лице. С ними как можно бороться? И делают ли в вашей клинике что-либо по этому поводу? Не уходите, пожалуйста. Как вас зовут? Нина Михайловна. Нина Михайловна, сколько вам лет? Будем уточнять? 69. Сколько? 69. 69. Какие-то еще вопросы будут дополнительно для того, чтобы ответить на вопрос? Нет. Благодарим. Благодарим за вопрос. Спасибо, что смотрите. Что вы сегодня с нами. И дадим возможность Наталье Владимировне ответить. Все вопросы, которые возникнут к пациенту, они появятся после того, как будет произведен осмотр. И такой, тогда уже небольшой, такой более интимный опрос о состоянии здоровья. Вот. Что же касается пигментации, да, это распространенная проблема у женщин пожилого возраста. И в арсенале косметологов имеется большое количество процедур, которые могут помочь нашим пациентам. Начиная от химических пилингов, шлифовок механических и заканчивая инъекционными методами, введением веществ, которые тормозят образование и скопление меланина в коже. А также, вот эта же самая процедура плазмотерапии способствует тому, что оздоравливается верхний слой дермы и у нас исчезает скопление меланоцитов. Это мы тоже заметили, ну, конечно же, сначала почитали в литературе, а потом мы заметили в практике, что у пациенток, которые получают плазмотерапию с целью омоложения, как антивозрастную процедуру, уходят очаги пигментации. И, конечно, мы довольны, и пациенты наши тоже довольны. Поэтому приглашаем. Вот эту процедуру по удалению, или, как правильно сказать, пигментных пятен, именно вот сейчас осенью вы рекомендуете? Да, общепризнанно, что осенний зимний период является сезоном для борьбы с пигментацией. Поэтому милости просим. Спасибо за ответ. Мы продолжаем программу, которая посвящена сегодня теме женской красоты. Одна известная косметическая компания провела опрос женщин по всему миру по поводу их представления о собственной красоте. Оказалось, что только 2% опрошенных уверенно называют себя красивыми. Более половины респонденток согласились с тем, что СМИ и реклама внушают им нереальные стандарты красоты. Что же тогда настоящая красота, если образы с экранов телевизоров и со страниц глянцевых журналов имеют весьма малое отношение к действительности? Частично мы уже ответили на этот вопрос, но я хочу еще продолжить тему. Оксана Вадимировна, вам не кажется странным, что миллионы женщин по всему миру подражают вот этим образом, моделям с глянцевых журналов? Что с этим делать вообще? Что можно сделать со СМИ? Со СМИ можно сделать ничего. То есть с ними ничего нельзя сделать. Они, собственно, выполняют свою работу. Нужно сохранять здравый смысл, нужно любить свое отражение в зеркале, заботиться, беречь и стараться его по возможности не обижать, не ухудшать, а если будет возможность даже улучшать. Ну а что касается постоянного сравнения, которое нам навязывают, ну стараться относиться к этому критично. Когда реклама становится слишком навязчивой, это сделать сложно, но необходимо, иначе всем придется быть несчастными, потому что Анжелина Джоли одна, даже если есть ее двойники. И это очень хорошо, потому что, ну мне, например, больше нравится Барбара Стрейзен, хотя Мерлин Монро красивше, но тут на вкус и свет. Одному нравится арбуз, второму свиной хрящик. Барбара шикарная женщина, это правда. Чеслав Дионисович, как часто вы делаете женщинам комплименты? Ну признавайтесь, признавайтесь. Часто делаю. Часто? Да. Часто вижу, особенно тем женщинам, которые получают от этого удовольствие, получают какой-то позитивный заряд. С удовольствием делаю, конечно. Оксана Владимировна вас поддерживает. Вот это очень удачное дополнение. Точно уточнение, да? Да, это удачное дополнение, потому что комплименты нужно уметь говорить, их нужно уметь принимать, потому что этот обмен позитивом, это как обмен пожелания, как отметка того, что я тебя вижу и ты мне нравишься, да? Он приносит удовольствие и должен доставлять удовольствие тому человеку, откуда это идет. И принимать их нужно с достоинством. Если вы не верите человеку с шуткой, но, наверное, все равно нужно уметь этому радоваться в любом случае. Даже если чувствуете, что человек ехидничает, убрать вот этот вот модуль, сказать, что таки да. Я хочу спросить у Натальи Владимировны, а вы часто получаете комплименты в свой адрес? И как вы на них реагируете? Ну, вы знаете, мне, как и любой женщине, приятно получать комплименты и, так скажем, одобрение как подруг, так и лиц мужского пола. Да, приятно, но никогда нельзя забывать о самокритичности, никогда нельзя воспарять. И, вы знаете, надо ко всему относиться, и мое такое мнение, надо ко всему относиться с критикой, с долей иронии. Тогда лучше себя по жизни будешь чувствовать просто. А мне кажется, нам, женщинам, иногда позволительно воспарить над прозой жизни и вот открыть свое сердце хорошим словам. Да, допустим, допустим, это правда. Оксана Владимировна, но вообще, если женщина не умеет принимать комплименты, о чем это говорит? Это говорит о том, что либо о ее недоверии к людям, к миру, либо о ее пониженной самооценке, неуверенности в себе. Как правило, это имеет корни в детстве. Потому что вот в наше время, в современное время, сейчас, в порядке вещей считается, что ребенку говорят «ты самый лучший», девочки говорят «ты наша принцесса». Несколько поколений назад или поколения назад правилом хорошего тона считало держать детей в ежовых рукавицах. Девочкам не говорили и более того, считалось, что им нельзя говорить, что они красивые, наоборот, нужно было ругать. Это особенности времени, это особенности традиций. Так вот, если девочке в том самом чудном возрасте, нежном, не говорить о том, что она красивая, или хотя бы не говорить о том, что какая бы она ни была, ее любят, ее любят в любом виде, вот она такая, то, конечно, сформируется комплекс. Она будет думать, что она будет себя сравнивать, и еще больше она себя будет сравнивать, если мама будет говорить, что волосы у тебя не те, и тут и заплетать нечего, и там, ну ладно, зато ты умненькая. Там, ну как-то, да, что-то, что-нибудь такое, да. Что-то типа этого, очень близкое. То есть вот из этого, конечно, вырастает неуверенность в себе, и тогда комплименты принимать сложно, пока кто-нибудь не докажет, да, своей любовью, преданностью, пока не появится хороший визажист, пока не найдет своего парикмахера, пока она, наконец, не увидит себя в зеркале и скажет, «Да, теперь я вижу, что вот эта женщина, которая смотрит на меня в зеркало, действительно красива». Тогда к этому нужно, то есть нужно идти, и этот путь может быть достаточно долгим, а может быть и нет. Как кому повезет? Мы привыкли, что мужчины делают нам комплименты, но мы же тоже должны помнить о том, что и сильному полу тоже очень важно, и лестно, и слышать вот слова поддержки. Правда? Доброе слово и кошке приятно. Это точно. Мы должны говорить комплименты, давайте говорить друг другу комплименты. Мы имеем полное право и должны говорить комплименты друзьям, близким, своим мужчинам, родителям. Я недавно сказала, вот видела мамину фотографию, ее там 20 лет назад, звоню, говорю, «Мам, вот видела фотографию, ты такая у меня красивая». А это вот, это была такая реакция, «Да, правда». Я прям чувствовала через телефонную трубку, как ей было приятно. Это, оно того стоит. Тем более, что, ну, я была искренна, даже если это не совсем так, для того, чтобы придать человеку уверенность, говорить ему приятное, подбодрить его, и вы увидите, как он станет становиться, начнет становиться красивым, как загорятся его глаза. Не так ли, коллега? Да. Аплодисменты, дорогие друзья. Ну что, Татьяна, вы закончили? Вы закончили? Хорошо, давайте же посмотрим, что получилось. Галина, вы неотразимы. Вы видели себя в зеркале? Завтра выходим. Вы видели себя в зеркале? Я смотрю. Да, вау, ярко. Ярко. Красиво, смело. Спасибо. Спасибо, Татьяне. Мне понравилось с ней работать. Я получила в процессе работы профессиональную консультацию по выполнению и технике нанесения макияжа. Спасибо. Что-то можете прокомментировать еще по образу, который вы сегодня нам представили, Татьяна? Ну, по образу я могу сказать, что Галина очень смелый человек, поэтому она мне полностью доверилась и абсолютно никак не ограничила меня в моей фантазии. Я решила, что сегодня мы будем делать для нее такой смоки, потому что глаза глубоко посажены, все равно века не видно, и вот этот вот смоки будет наоборот делать более их выразительными. По коррекции лица у Галины прекрасная и текстура самой кожи, она достаточно увлажнена, поэтому мне особо здесь много работы не нужно было делать. Вот. Единственное, что, как обычно, мы скорректировали такие основные моменты, которые скуловая часть, висок, челюсть, да, высветлили, где нужно, глазки, носогубочку, вот, и подчеркнули ее красивые губы и сделали их сочными. Галина в своем естественном виде, она неотразима, но с макияжем она просто шикарная женщина. Ваши аплодисменты, друзья. Уважаемые телезрители, это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы потихонечку подходим к завершению. И под занавес программы я бы хотела каждого из гостей, которые сегодня присутствуют в нашей студии, сказать несколько слов напоследок. Пожалуйста, начнем, Наталья Владимировна, с вас. Чего бы вы хотели пожелать женщинам, которые уверены в своей красоте, может быть, тем, которые не до конца уверены в своей неотразимости? Как врач я хочу пожелать прежде всего здоровья. Заботьтесь о себе, о своем организме, прислушивайтесь к нему. Не жалеете времени и сил для того, чтобы сделать свой организм здоровым, и он отплатит вам сторицей. Вы будете красивы, вы будете самодостаточны, вы будете счастливы, если вы будете здоровы. Это прежде всего. Благодарю. Чеслав Дионисович, вам слово. Как в той песне, не все на свете могут быть красивыми, но счастье красит всех. В каждом человеке есть элементы красоты. И надо всегда думать об этом. Обогащать, бороться за это и не жалеть, конечно, даже денег, если потребуются какие-то агрессивные мероприятия, чтобы ее сохранить и улучшить. Золотые слова, ваши аплодисменты. Татьяна, скажите несколько слов напоследок нашим замечательным женщинам. Я хочу сказать нашим женщинам, чтобы они любили себя, баловали себя, радовали себя. Для того, чтобы просыпаясь, улыбались, заряжались этой энергией положительной на весь день и несли это в массы. И, конечно же, делали себе макияж. Спасибо. Оксана Владимировна, вам слово. Я хотела бы напомнить нашим зрителям о том, что красота каждого из нас в уникальности. В каждом из нас есть то, чего нет в другом. Часть этой уникальности во внешности. И ее нужно любить. Часть этой уникальности внутри. И выпуская наружу в виде добрых поступков, в заботе о других, мы проявляем эту красоту в еще большей степени, проявляем ее наружу. Заботьтесь о других, будьте красивы, будьте счастливы. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель», партнер программы клиника пластической хирургии Чеслова Кушелевича. Я благодарю всех вас, уважаемые телезрители, за активность, за то, что вы нам звонили, за то, что вы нам писали. Я благодарю наших уважаемых гостей за то, что они сегодня были с нами, нашли время. Я благодарю гостей, которые сегодня поддерживали нас бурными аплодисментами. Спасибо вам за то, что этот вечер был добрым. Субтитры подогнал «Симон»!